Михаил Ефимович Николаев сделал очень много для якутян. Он основал медцентр и также зоопарк Артедойду и, конечно же, всем известные дети Азии. В целом время тогда было крайне сложное ладо. И то, что человек с таким характером и с таким решительным настроем встал во главе республики, это было, конечно, крайне полезно. Это оценивается в качестве недропользования, то, что в то время все недры должны были принадлежать и народу республики Саха-Якутия. Но, к сожалению, этот момент, конечно, сейчас чуть-чуть видоизменен, но чисто то, что он сделал, это было правильно. Лидер, менеджер, очень классный, хороший управленец был и, в целом, очень харизматичный. И то, что такой человек в то время встал во главе республики, это очень было хорошо и круто. Я с ним очень тесно связана, потому что я была художественным руководителем президентского хора. Мы неоднократно ездили в Санкт-Петербург, Москву, Болгарию несколько раз, в Испании, в Барселоне, во Франции, в Италии. И это было все за счет республики, понимая то, что в то время очень сложные были времена и в финансовом плане, и вообще во всем практически бытовом. Можно сказать, очень благодарны ему, потому что я сама прямо столкнулась именно с его помощью. И эти дети сейчас им по 30 с лишним, у них в основном у всех свои семьи, и очень все благополучные ребята стали. Самая яркая звезда оттуда, мой ученик, это Чернецов Гриша, который сейчас в Марининском театре является солистом. Если бы не Михаил Ефимович, он бы не выбрал эту специальность и вообще не пошел бы в творчество. Он очень же много сделал для республики. Это не объять то, что он сделал и в такие сложные, сложные времена для нашей, не только республики, но для всей страны. И лично, как я с ним сталкивалась в таких моментах, я безмерно ему благодарна. И вспоминаю его, и все мы, я думаю, вспоминаем его как очень яркую личность, которая рождается сто лет один раз.